Слава нашему Господу, друзья! Да, я немножко на конференции говорил, центры были, знают Я хочу немножко больше сейчас поделиться Господь говорил и проговаривал лично ко мне И Он говорит, учи народ быть благодарным Чтобы благодарили меня за все Да, я говорил проповедь о благодарности 1 Фессалоникийцам 5 глава 16 стих Там говорится, всегда радуйтесь Там говорится, непрестанно молитесь Следующий стих говорит, за все благодарите Ибо такова есть воля для тебя в Иисусе Христе Да, мы часто говорим о вот этих 10 прокаженных Говорим, как надо быть благодарны Богу Друзья, и это все правильно Да, оно нужно нашей жизни Это приносит благословение в твою жизнь И благословляет твое будущее Потому что Господь любит сердце благодарное Но я сегодня, друзья, хочу говорить Если ты неблагодарный То что будет ждать тебя в твоей жизни Проклятие или благословение Вот нет середины Или будет благословение Или будет проклятие в твою жизнь На время ты можешь как бы чем-то заглушить Или на время ты можешь показать, что все нормально Или на время ты как-то себя можешь отвлечь Но тот, кто живет с этим человеком Или тот, кто часто с этим человеком общается Он знает, что там печаль, там горе У него что-то не хватает Вот этой какой-то полноты радости И об этом я сегодня хочу говорить, друзья Господь просто проговорил однажды ко мне После того, когда я проповедовал о благодарности А что стоит за неблагодарным сердцем? И когда я начал в это вникать Я даже немножко испугался Я говорю, Господи, помоги, чтобы это никогда в моей жизни не было И я говорю, Господи, помоги, чтобы это никогда не случилось в моей жизни Знаете, несмотря на Божию заботу Защиту и милость Божию в твоей жизни Неблагоданный человек, он думает О том, что у него не было Вместо того, чтобы радоваться И благодарить Господа за то, что у тебя уже есть и что Он совершил в твоей жизни Друзья, неблагодарность Она уводит человека от воли Божьей Неблагодарность, она также приносит болезни И смерть, потому что уводит человека От источника жизни А мы знаем, наш Господь, Он источник жизни Вы слышали, многие знаете, мое последнее такое явное исцеление Но моей спины Это было через благодарность После двух лет молитв Господь открывает и говорит, начинай благодарить Найди что-то в этой ситуации, что-то полезное, драгоценное И начинай благодарить И после трех месяцев благодарения Господь просто взял и исцелил Друзья, это Господь И так Он учил меня и показывал А после этого всего, Он говорит, теперь учи народ Потому что я хочу благословлять Бог хочет вас благословлять И так же меня Друзья, если ты не научишься благодарить Бога За все То твоя жизнь будет невыносимо тяжелой Почему я говорю невыносимой Потому что там отступает Господь А там, где Господа нету в твоей жизни Оно стает очень трудно И даже человек доходит до такой ситуации Что он готов закончить с собой самоубийство Друзья, это я не раз слышал Да сам многое что проходил раньше Мы можем даже привести Хороший пример о израильском народе В Писании очень много примеров Но сегодня я хочу так углубиться И чуть-чуть вникнуть И взять в пример только одно место Писания Это один пример о израильском народе Потому что израильский народ Он все время роптал Он был постоянно недоволен решением Бога И часто, очень часто возмущался против Господа Даже начать с того момента Помните, когда Моисей пришел Господь через Моисея показал Великие чудеса в Египте И после того смирения этого царя Параона То, что Господь сделал последнее Где все у них первенцы умерли Это животные Начиная с животных И заканчивая человеком Все умерли Господь поразил Кроме израильского народа И так они испугались И египтяне Что в этот момент Они отдавали и давали золото Они просили их быстрее уйти Чтобы вообще все не погибли Израильский народ Говорится, что вышел вооруженный Он и оружие забрал у них Они вышли в большой славе Они видели, что Господь сделал Кажется, все, Господи За все Тебя можно благодарить Доверять Тебе И идти вперед Нет, друзья Чуть-чуть время прошло Когда они были у моря И когда Господь Ожесточил сердце фараона И фараон Со всем своим войском И колесницами И погнался за израильским народом И там в исход 14 главе В 10 стихе говорится Говорится, когда фараон Начал приближаться И когда израильский народ Они оглянулись И увидели это войско Они написано Весьма устрашились Пришел страх И 11 стих говорит Смотрите, что они сразу Начали говорить И сказали Моисей, разве нет гробов в Египте Что ты привел нас Умирать в пустыне Что это ты сделал с нами Выведя нас из Египта Господь столько сделал И маленькая трудность Сразу сомнение Сразу ропот Сразу кого-то обвинить надо И даже они начали Говорить Моисею 12 стих Не это ли самое Говорили мы тебе В Египте Сказав Оставь нас Пусть мы работаем Египтян Ибо лучше Быть нам в рабстве У Египтян Нежели умереть в пустыне Но Господь настолько Любит этот народ И сколько у него милость Моисей взывает к Богу И Господь заступается за них Приходит в облаке Своем Зашел в облаке Между зашел он египтянами Они не видели Не могли Запутались Но в то же время Был огнем и светом Израильскому народу Который открыл море И они шли И переходили Друзья Такую видеть Обратно славу Перешли они на ту сторону Видели как колесницы За ними тоже погнались Через это море Видели как Господь Начал их колеса отнимать Колесницы начали Колеса разваливаться Они видели как море Всех этих египтян накрыло И все это войско Бог еще раз им показал Смотрите кто вас ведет Поблагодарите меня Верьте мне И даже когда я буду вас испытывать Доверяйте мне Будьте благодарными Быстрее дойдете Быстрее пройдете Быстрее я вам дам Они там да Воспели Радовались Друзья Там в исход Пятнадцатой главе Двадцать второй Двадцать третий стих Верси 22 И 23 Говорится Прошло только Три дня И они когда пришли В пустыню И не нашли там воды Только обратно Маленькая трудность Смотрите Двадцать третий стих И не могли Бить воды В мире Ибо она была Горько Почему и наречено Тому место Имя Мера И возроптал народ На Моисея Говорят Что нам пить И обратно Господь вступается И обратно Господь учит Моисея говорит Зачем вы не верите Друзья Прошли только Пару месяцев И обратно Ропот Их сот 16 глава Первый стих Пришли в другое место В пустыне И там Они захотели мяса И начали Роптать Все общество Израильского На Моисея Теперь и Аарона В пустыне И третий стих И сказали им Сыны Израиля О, если бы мы умерли От руки Господней В зелене Египетской Когда мы сидели У котлов с мясом Когда мы ели хлеб Ибо вывели И да Господь им все равно Это тогда Когда Господь им Дал манну Каждое утро Они начали Собирать манну Это хлеб Друзья Пошли они дальше Вдруг обратно Не стало воды Там в 17 главе Второй стих Исход И народ Обратно Начинает укорять Моисея И говорят Дай нам воды И сказал мне Что вы Моисея Говорит Что вы укоряете Меня И говорит Что вы искушаете Господа И жаждал там Народ воды И роптал Народ на Моисея Говорит Зачем ты вывел Нас из Египта Он говорит Жаждаю нас И детей наших И стада наше Друзья И вот сколько раз Этот ропот Недовольство Народи Что уже Моисей Уже начинает Не выдерживать Потому что В 4 стихе Говорится Уже сам Моисей Взапил Господу И он сказал Что мне делать С народом Еще немного И побьют Меня камнями И Господь ему Говорит Иди Возьми 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 Жезл Твой Ударишь Камень И потекет Вода Господь Обратно Прощает Милует Ступается И приходит Время Моисей Идет На гору Молиться И когда он Начал Молиться Его не было 40 дней И исход 32 глава Первый стих Говорит Что Когда Народ Увидел Что Моисея Не было И они Обращаются К Арону Брату Моисея И он говорит Встань Сделай нам Бога Который Бошел Перед Нами Ибо С этим Человеком Моисеем Не знаем Что Случилось И Когда В четвертом Стихе Говорится Когда Сделал Арон Золотого Бога Друзья Насколько Можно Неблагодарное Сердце Насколько Она Введет В заблуждение Насколько Приходит Просто Безумный Разум Что Они Потом Сказали В 32 главе 4 стих И сказали Вот Бог Твой Израиль Который Ввел Тебя Из Земли Египетской That In 32 Verse 4 They Said This Is Your God O Israel That Brought You Out Of Egypt Where They Just Needed That Patience Patience To Wait Upon The Lord And To Trust Him But Here They Begin To Blame Here They Don't Trust Из 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 Того Бога Который Уже Шел Много С Ними Меняют Бога Дел Рук Человеческих They Exchanged Him For A God They Created By Their Own And I was Thinking To Myself God Can We Truly Just Change That Fast And Can The Ungrateful That Complaining Heart Can Change You So Fast Or Replace You And This Is A Very Dangerous Place To Be In And The Complaining Of Israel That When They Wanted To Eat They Wanted That Food Of Egypt Oh This Already Speaks In Numbers 11 Verse 1 When Once Again They Began To Complain And It Already Displeased The Lord It Aroused God's Anger So A Fire Came Down And Began To Burn Them And Once Again The People Of Israel They Cry Out To Moses And Moses Comes To God And God Stops It And This Just Happened And In That Same Chapter In Verse 4 They Once Again Begin To Complain And They Say Who Will Give Us Meat And Once Again They Begin To Say We Remember The Cucumbers The Melons And In Numbers 11 6 It Says But Now Our Whole Being Is Dried Up There Is Nothing At All Except This Manna Before Our Eyes So Much Mercy Friends And Here Moses He Could Now Hold And In 10 He Says And In Verse 10 It Then Moses Heard The People Weeping Through Their Families Everyone At The Door Of His Tent And The Anger Of The Lord Was Greatly Aroused Moses Also Was Displeased Друзья В том Обстоятель В той Ситуации Где Ты Работаешь Где Ты Трудишься В той команде Dear Friends In That Situation Where You Maybe Ministering In That Team Or Maybe Working With People They Are Always Complaining They Never Satisfied And The More The More Complaining Happens Then You Will Not Be Pleased With Them And Others And Through Me A Person Can They Can Go Through Hardships Because Of Me Suffer Because Of Me If I'm Ungrateful Sorry And In Numbers 11 11 What Does The Lord Say To Moses Sorry Moses Said To The Lord Why Have You Afflicted Your Servant And Why Have I Not Found Favor In Your Sight That You Have Layed The Burden Of All These People On Me Did That You Should Say To Me Carry Them In Your Bosom As A Guardian Carries A Nursing Child To The Land Which You Swore To Their Fathers And Further On He Says Where Am I Going To Find Meat For All These People And He Says That I Can By Myself Carry These People This Is Very Difficult For Me And Verse 15 He If You Treat Me Like This Please Kill Me Here And Now If I Have Favored In Your Sight And Do Not Let Me See My Wretchedness Dear Friends The Ungratefulness And Complaining It's Not Pleasing To God But It Makes It Very Difficult For The Ministers Around You The One That Is Placed With You To Labor With You It Be Unbearable For Them And Many Times We Come Against This I'm Sorry Especially In Centрах Now Now We Have A Good Team Bывает Лидер Говорит Я Просто Уже Не Могу От Того Ропота Недовольствия И Обвинения Ты Начинаешь Сам Себя Мучить И Других Друзья Это Может Быть Твой Муж Это Может Быть Твоя Жена Когда Постоянно Что-то Не Так Когда Постоянно Ропот Когда Постоянно Недовольство Недовольство И Простает Очень Трудно Одно Из Половин Чтобы Где-то Даже В чем-то Трудиться И Подостает Иногда Даже Невозможно Недовольство И Они Готовы Оставить Служение Потому Что Им Стоит Очень Трудно И Даже Я знаю Люди Которые Оставили Служение Потому Что Их Близкий Был Недоволен Потому Что Близкий Всегда Роптал Всегда Был Недоволен И Что-то Было Не Так Прямо Сказать Препятствовали Другому И Я Смотрю Даже Сейчас На Их Жизнь Даже Некоторые Не Здесь И Очень Трудно Они Очень Сожалеют И У них До сих Пор Стало Еще Хуже Чем Было И Это Очень Трудно Для И Они Регрят Десисион Они И Друзья После Всех Этих Проблем Вроде Б Кажется Уже Народ Все Но Еще Было Очень Больно Моисею Когда Против Него Восстали Его Родные И Близкие Это Числа 12 1 Где Аарон И Мариан Это Брат И Сестра Моисея Вдруг Вспомнили Что Он Взял Себе Не ту Жену Которой Надо Было И Начинают Его Обвинять Думаешь Мариан Аарон Ты же Сам Свидетель Что Бог Его Избрал Столько Чудес Что Через Него Господь Открывал Через Него Победа Через Его Руки Которые Были Подняты Мы Победили Но Приходит Момент Они Начинают Его Обвинять И Говорят Слушай Моисе Не только С тобою Бог Говорит С нами Тоже Бог Говорит Я тоже Понимаю Что Делаю Я тоже Знаю Как Делаю И Они Настолько Начали Его Обвинять Во Второй Стих Давайте Прочитаем И Сказали Одному Ли Моисею Говорит Господь Не Говорит Ли Он И Нам И Услышал Се Господь Там Написано Что Моисе Самый Кратчайший Человек На земле И Когда Господь Это Услышал И Внезапно Там Написано Господь Сказал Мариам И Арону Придите К Я хочу С вами Поговорить И Шестой Стих И Сказал Слушайте Слова Мои Если Бывает У вас Пророк Господен То Я Открываюсь Ему Видение Во сне Говорю С ним Но Не Так С Моисеем Он Верен Во Всем Дому Моему Но Не Так Они Это Видели Они Видели В нем Проблему Они Обвиняли Они Были Недовольны Они Не Были Благодарны А Господь Заступился И Там Написано Воспламенелся Гнев Божий На них И Сразу Марьян Стала В Проказе Арон Моисеем Began To Be Cursed Арон Упал И Говорит Моисеем Прости Мы Согрешили Моисеем Падает Пред Богом И Говорит Помилуй Пожалуйста И Господь Помиловал И Сцелил Конечно И Друзья После Этого Всего Друзья Это Еще Не Началось Сорок Лет Пустыни Это Все Вначале И Последнее После Всего Что Господь Сделал Своей Великой Милостью Обратно Бог Милует Перед Моисеем Говорил Даже Моисей Отойди Отпусти Меня Сейчас Я Просто Всех Истерблю За Троп Недовольство Говорит А с Тебя Новый Народ Произведет Насколько Он Любил И Бог Слышал И Миловал И Вот Они Дошли До Промис Ленд Который Уже Вот Рядом И Последнее испытание Бог Берет Говорит Возьмите С каждого Колена Одного Человека И Вот Двенадцать Человек Собралось И Дите Осмотрите Ту Землю Который Я Вам Обещал И Придите Скажите Народам Друзья Они Пошли И Когда Они Пришли Назад С Двенадцати Человек Десять Говорят Мы Перед Ними Как Саранча Они Нас Победят Да Там Течет Молоко И Мед Как Говорил Господь Но Мы Не Сможем Их Победить Они Начали Устрашать Народ Только Халев И Иисус Навин Обращались к народу Когда Народ Поднял Вот Этот Вопль Когда Народ Начал Роптать На Моисея И Аарона И Обратно Говорят О Если Мы Лучше Умерли В Египте И Once Again Они Начали Мен Мен И Возвратимся В Египет И И Пал Обратно Моисея И И Моисея И И Моисе И Аарон Они Once Again Они 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 Встают С И у нас защита, с нами Бог, не бойтесь. И числа 14.10 После этого, когда они говорили after everything they said знаете, что все общество сказало? И сказало все общество побить их камнями. Но слава Господне явилась в скиню собрания всем сынам Израилем. And all the congregation said, stone them with stones. Now the glory of the Lord appeared in the tabernacle of meeting before all the children of Israel. И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его. And the Lord said to Moses, how long will these people reject me and how long will they not believe me with all the signs which I have performed among them? И Господь говорит второй раз Моисею. And the Lord says for the second time to Moses, Моисей, отойди, я их поражу язвы. Moses, get out of the way, I will cast pestilence upon him. И я через себя новый народ сделаю. And through you I'll make a new nation. И он говорит, вот уже десять раз. And he says already ten times. Искушал меня этот народ и не слушает глаза моего. These people, they have tempted me and they don't listen to me. И друзья, в конце концов, Своим неблагодарным сердцем Эти люди Оттолкнули от себя Господа И они погибли в пустыне. Хотя земля была очень близко. Но их дети вошли туда. Друзья, неблагодарное сердце Ты будешь как израильский народ В этой пустыне Будет проблема за проблемой Выхода не будешь видеть Будет страх и ненависть и все остальное Ну из всего этого народа Только Халев и Иисус Навин Вошли в эту землю Друзья, когда мы постоянно жалуемся Недовольные решением Бога Мы по сути говорим, что Бог Для нас недостаточно Чтобы удовлетворить нас Знаете, друзья, думаю, что Бог Очень достаточно для нас дал Первородным, знаете, грехом У сатаны была гордыня Приведшая его к неблагодарному сердцу За то место Херувима Осяющего Херувима У престола Божьего Это было его Через неблагодарность, друзья Там в дальнейшем Моабитальском народе говорится О Корее Которой, где земля раскрылась Уничтожила их Через неблагодарность, друзья Нашей жизни Мы можем оттолкнуть ключевых людей Те люди, которые нужны нам Так как израильский народ Отталкивал от себя Моисея, который им нужен был Иисус Навин Хотел побить камнями Он нужен им Иисус Навин Кто хочет себе неблагодарную Например, взять даже невесту Друзья, или жениха. У нас много молодых еще надо жениться, замуж выходить. Если я буду неблагодарный, недовольный. Кто захочет со мной жить? Потому что, друзья, там проклятие. Люди бегут от таких. Кто захочет служить с неблагодарными людьми? Потому что там место дьяволу. Помните, друзья, неблагодарный дух. Если ты его принимаешь, то этот неблагодарный дух будет воспитывать. В твоей семье. Или в твоей команде. Или в твоей жизни. Будет воспитывать неблагодарность. Отношение друг к другу. И к Богу. Очень опасная ситуация. Это опасно быть такой команде и такими дружить. Почему иногда некоторые говорят, почему меня не зовут? Почему они не хотят дружить с нами? Почему меня избегают? Почему меня не приглашают? Может быть, нам надо задуматься, почему? Потому что, может, от таких бегут. Но тот, кто благодарный. Но тот, кто за все благодарит Бога. И даже если я что-то не так вижу в Викторе. Но я благодарен... Благодарен Господу за него. Аминь. Я благодарю Бога. Потому что я вижу, как Он старается. Потому что Он пробует. Потому что Он пробует. Да, мы имеем свои характеры. Да, мы имеем свои недостатки. Но когда мы благодарны, тогда Господь быстрее поменяет нас. Быстрее поможет нам. И Он будет поменять нас быстрее. Друзья, Павел говорит, 2 Тимофея 3, 1 глава. И Павел говорит, 2 Тимоте 3, 1. Это уже в Новом Завете. И Павел говорит, знай, что в последнее время наступит время тяжкое. И Павел говорит, но знай, что в последние дни переливные часы будут приходить. Я даже, наверное, прочитаю. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорны, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Непримилительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра. Unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. И так далее. Ну, 5 стих. And further on, but verse 5. Having a form of godliness, but denying its power, and from such people turn away. Поэтому, может, от нас удаляются. And this is why some people may turn away from us. And maybe that's why they don't want us as a part of their life, because when they're with us, ты уходишь полностью негативой. You become negative. Ты даже начинаешь это в твоей голове крутиться. And in your mind, it begins to spin. И ты уходишь, как будто тебя облили грязью. And you walk away in the feeling that you got, that somebody poured dirt on you. But in that team where you were at, и там благодарят Бога, там друг друга благоставляют. Там не осуждают, а говорят, давай помолимся за эту семью. They don't judge nobody, but they... Давай встанем в проломе за этого человека. Давай возьмем пост и молитву. Ты уходишь обновленный в духе. И ты загораешься и говоришь, Господи, я хочу быть участником твоего служения. And you become a fire for God, and you say, God, I want to be part of this ministry. Друзья, если мы вот это будет у нас неблагодарность, So, dear friends, if we have this ungratefulness in us, мы будем отталкивать присутствие Бога внутри нас, we will push away the presence of God within us. Псалон 21 говорит, and in Psalms 22 it says, и учит нас, and it teaches us, that God, He remains amongst those that bring Him praise. Другими словами, тот, кто благословляет и прославляет Бога, там пребывает Господь. In other words, the one that blesses and brings praises to God, God remains with them. Друзья, Господь особенное внимание обратил, напомните, 10 прокаженных. And God, He sets a special attention upon, do we remember those 10 that were cursed? И Он говорит тому человеку, который вернулся поблагодарить Бога. And He says to the one that came back to give thanks to the Lord. Он ему задает 3 вопроса. He gives them 3 questions. And they were serious questions. Потому что Он знал, что стоит за неблагодарным сердцем. Because He knew what stands before that ungrateful heart. Иисус знал, эти неблагодарные девять, которые не вернулись, с ними может быть еще хуже. And Jesus knew that those 9 ungrateful ones that did not come back, that they could be in the first state later. And that's why in Luke 17, 17, He asks these questions. Иисус говорит этому одному исцеленному, который вернулся. He says to the one that's healed and came back. Он говорит, не 10 ли очистились? He says, were there not 10 that were cleansed? Я же 10 очистил. I cleansed 10. И Он говорит, второй вопрос, где же эти 9? And He says, second question, where are the 9? И третий вопрос. And the third question. Он строго говорит, And He says strictly, как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего и наплеменника? How did they not come back to give glory to God, except for this foreigner? Как вы вообще могли так поступать? How could they do this? Какое сердце же у вас неблагодарное и твердое? What kind of ungrateful heart do you have to have? Но этого человека, but this man, Господь сказал, встань, вера твоя спасла тебя, иди, Он благословил его. He says, arise, go your way, your faith has made you well. And He blessed them. Because Jesus knew, when a man is ungrateful, the worst things will follow. Бог тебя освободил, меня. And God, He freed you, He freed me. He forgave you, and He forgave me, had mercy on us. And now He gives us this question, where are you? Или ты не знаешь? Or do you not know yourself? Where is your faith? Where is your gratefulness? То, что я сделал в твоей жизни до сего момента, for the things which I did in your life, I put to this moment, and I'm leading you. Я, Господь, привел тебя на это место. And I, the Lord, have brought you to this place. Я делаю работу в твоей жизни. And I'm doing a work in your life. Где эта благодарность? Where is that gratefulness? Друзья, я помню один пример хороший у нас брата. Dear friends, I remember a good example. We had a brother. He was supposed to go to jail. for many years. He had over 15 years over his head. And usually for things like this, you don't get forgiven. And he tells me and Vlad, if the Lord forgives me, I will serve Him. I will stay here. Я отдам всю жизнь мою Господу. And I will dedicate my whole life to God. Ты с Владом говоришь, смотри, что ты говоришь. And me and Vlad will say, watch what you're saying. Потому что он знал, что это невозможно. Because we knew that this, oh, he knew that this was impossible. Чтобы его за это простили, невозможно. For him to be forgiven for those years, it was impossible. Потому что ему уже домой приезжали к маме и говорят, где он с иммигрейшн, уже ищут, чтобы его посадить. Because from immigration, they already came to the house of his mother and they were seeking him. Он молится. So he begins to pray and he cries out to God and promises God. And then the court came and by the great mercies of God he was completely forgiven. But this person, he didn't cherish it. He was not grateful to God. And right now he lost his family. And now he's with a different woman. And the children are left by themselves. And the wife that she had some kind of a hope, she lost all hope. And this man fell away completely into heresy. And I no longer want to share about what continues to happen. And this is the ungrateful heart. It leads us to a very dangerous curse. And in Romans chapter 1, verse 21, And Paul, he shares about this foundation of ungratefulness. Or a cornerstone, of ungratefulness. Unthankfulness. And we understand that Jesus Christ, he's the cornerstone of that building that we are building for eternal life. But as well as the enemy, the devil, he has a cornerstone as well. And do you know what this is? And the verse 21 speaks of this. And the verse 21 speaks of this. Because that ungrateful heart will lead you to losing your mind. And that cornerstone is in the heart of those filled with sin. That can even lead you to homosexuality. That can lead you to pride, to gossip, and to murder. And this all leads you to stand against God. And I'm not going to continue reading further. You can read this. Romans 21 and further down. Ungrateful heart. What it will bring you to, it will show you exactly. And this is the full separation of emotions. Even the ones that do good for you, you will begin to do evil towards them. And I'm not going to bring all the examples. And I know the scripture says that the Lord already did everything for us. and that everything that you need in your life you already have. Я это прочитаю. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. And I'm going to read 2 Peter. It's going to be chapter 1, verse 3. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия через познание превзвавшего нас славою и благостью. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. By which we have been given to us exceedingly great and precious promises that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Поэтому Иисус Христос, когда Он был на этой земле, And that is why when Jesus Christ was on this earth, Он говорил, Ищите, значит, прежде всего Царство Божие. It was says, First seek the kingdom of God. А остальное, говорит, Я за все позабочусь. And everything else I will take care of. Так как Он учил Израильский народ, Он хотел, чтобы Он Ему полностью доверился. Он хотел, чтобы Он Ему полностью доверился. Тот, кто доверился. Он зашел в обитовную землю. They were able to enter that promised land. And Jesus tells us today, Кто будет искать Его Царство и доверять Ему, Он позаботится о твоем завтрашнем дне. И Он поможет тебе пройти. И Он даст тебе эту радость. И Он даст тебе эту радость. И ты сможешь тогда всегда радоваться. Когда ты сможешь непрестанно молиться. Ты сможешь за все благодарить. И ты будешь знать, что любящим Господа все содействует ко благу. И тогда Господь, ты будешь видеть чудеса и иметь мир в своей жизни. Может быть, ты еще хочешь что-то сам попробовать. Может быть, ты еще хочешь сам испытать. Поверь самому мудрому человеку в Библии. Это записано в Екклезиасе, самая последняя глава. Это 12 глава. И самые последние два стиха. Он говорит, Он испытал все. Если вы Екклезиас читали, Он испытал и богатство, и похоть. Он все испытал. Он говорит, не все, говорит, суета. Ни в чем Он не нашел удовлетворения. Я не думаю, нам надо пробовать эту ошибку и искать. Но мы можем прослушать Его словам. Что Он говорит в конце. Он говорит, выслушаем сущность всего. He says, let us hear the conclusion of the whole matter. Всего. A whole matter. Он говорит, знаете, где самое такое утешение, благословение, и где ты будешь удовлетворен всем. He says, do you know where you find that satisfaction? Will you truly be happy with everything? Он говорит, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. He says, fear God and keep His commandments, for this is man's all. Друзья, I want to challenge you today. Я хочу вызов вам сказать сегодня. I want to challenge you today, yes. Я не знаю, как центр выдержал на сколько недели две мы были на конференции назад. And I don't know how the center day went through it. I think there was two weeks. It's been two weeks since we've been back. Я создал этот вопрос. And I gave them this question. Давайте посмотрим, как долго вы сможете благодарить Бога за ваших лидеров. Let's see, for how long you could be grateful for your leaders, за вашу жизнь, for your life. Без ропота, без возмущения. Я хочу это сказать сегодня всему народу Божьему. But I want to say this to all the people of God. Давайте с сегодняшнего дня. Let's beginning from today. Может быть, муж с женой, поговорите. Maybe wife and husband speak about this. И начать благодарить за друг друга. And be thankful for each other. Начать благоставлять друг друга. Begin to bless each other. Начать воздать Богу славу за друг друга. Give glory to God for each other. Дети, давайте с сегодняшнего дня. And children, let's from today. Если мы не были благодарны, попросим у Бога прощения. If we were ungrateful before, let's ask for forgiveness. Но с сегодняшнего дня, and beginning with today, можете ли вы, can you, посмотрим, как долго вы сможете, and we'll see how long you can, благодарить Бога to give thanks to God for your parents. And even if we make a mistake, попросите у родителей прощения. Ask your parents for forgiveness. And once again, begin to be grateful. You will see a blessing in your life. Друзья, давайте будем благодарить за друг друга. Dear friends, let's be grateful for each other. Благодарить левитов за своего левита старшего. Let's be grateful to the Levites, and the Levites, be grateful to your, the ones in charge. Let's be grateful for our sound system people. Let's be grateful for our ministers. Давайте благодарить за наших Sunday school teachers. Let's be grateful for the Sunday school teachers. Let's be grateful for the Sunday school teachers. Давайте будем благодарить за нашего руководителя молодежи. Let's be grateful for the youth leader. Друзья, когда мы будем благодарны, and dear friends, when we're going to be grateful, там будет приходить Божье благословение. God's blessing will be upon those days. Ты увидишь в своей жизни благословение. And you will see in your life a blessing. and you will see how everything will begin to change. У тебя муж не такой. У тебя работа не такая. Ты не в такой церкви. Ты приехал не в тот штат. Тебе ты смотришь назад. Ты смотришь куда-то берет. Ты что-то пробуешь и ищешь. Ну давай сегодня будь благодарны Богу, куда Он тебя привел, и что Он с тобой делает, и с кем Он тебя поставил работать. Начни благодарить Бога. Ты увидишь благословение Божье в твоей жизни. Ты увидишь, как Бог начнет менять обстоятельства. Ты увидишь, как Бог начинает менять обстоятельства. Ты увидишь, что времена меняются. Люди меняются. Команда меняется. Ты начинаешь участвовать. И ты придешь радость в твою жизнь. Придешь мир в твою жизнь. Ты войдешь в эту обитованную землю. Да, здесь на земле. Ты можешь быть в обитованной земле. Ты не будешь в этой пустыне. Там не хватает воды. Там не хватает еды. Там жарко. Там мучаются люди. И сегодня ты можешь быть в обитованной земле. Давайте, друзья, встанем на наши ноги. Давайте сегодня попросим у Бога прощения. Если мы не были благодарны из сегодняшнего дня, начнем благодарить Бога. А если нужно за вас помолиться, если ты хочешь выйти вперед, и сказать, Господи, вот я. Прости меня. Помоги мне. Быть благодарным тебе за все. Чтобы Господь шел впереди и благословил тебя. И мы будем видеть силу Божию. И мы будем видеть.